всем здарова ребятки меня зовут павел и мы продолжаем выживание соло спавнутием значит у нас сейчас второй год день 37 давайте глянем что у нас тут по характеристикам значит счастье сытость отдых но в пределах нормы сытость мы сейчас исправим приятного тебе аппетита павнутий по здоровью асма умеренная ой она прогрессирует или регрессирует как-то я что-то не заметил легкая и умеренная какая разница в этих стадиях надо будет повнимательней за этим делом последить ограничено движение и работа сознание на соточку боль легкая так по дебафом значит у нас комната тесная и нам немного больно по удовольствиям тут у нас вообще все хорошо по снаряжению уже на половину все изношено по навыкам ну прогресс на лицо конечно особенно в стройке и в офис подготовки остальное под небольшим вопросом павнуть и бездействует у нас так это мы все читали значит слушай дружище нам с тобой нужно начать исследовать цепочку до своих первых дурелей однако мне не очень нравится что у тебя тут где она только что видел тесная комната недостаточное разнообразие и для это ты уж извиняну таким и останется пока что по крайней мере но вот комнату же мы с вами можем немножечко где-нибудь увеличить а ну разве что вот таким вот рахитским способом да и ничего страшного да вот здесь вот и здесь на 2 единички можем соответственно пафнуть и давай-ка мы с тобой сколько у нас там с последнего нападения прошло не помню только что они ушли или нет не помню беда бедовая ладно давай-ка начинай чинить полы а мы посмотрим наверное мы соберем некоторое количество камушка вот этого вот нам с тобой хватит порядка что нам тут нужно два фундамента из сена здесь и два здесь и того 4 затем нам понадобится на напольное покрытие также эти четыре плитки раз два три три стены с каждой стороны два дверных проема наверное да и в принципе а почему ты бездействуешь давай чини дверные проемы ну вот здесь вот дверной проем наверное ставить мы не будем и надеемся что эти четыре плитки как-то эту тесную комнату сделают более просторной вот здесь мы сможем поставить верстак и получается у нас освободиться две клетки то есть мы сможем наверное даже как-то что-то еще сюда уместить дождь начался пафнуть и бездействует нет нехорошо тем более уже 20 часов достраивай полы за этот день отсыпайся кушай расслабляйся зачем ты управляешь настенными факелами неужели это сейчас настолько важно построить грунтовые полы или я тебя опять что-то в расписании тут нахимичил да нет все тут более менее так как я хочу пока что по грядкам что у нас тут по грядкам имеется вот такая красота а ветки не выросли еще сено здесь готово но она в качестве декора пока что нужно засадить ой подожди спать не еди ну дострой один фундаментом так гептогонии имеются грядки с грибами нужно восполнить зерно тоже нужно до высаживать дерево потихонечку растет вот это кстати уже можно было бы и срубить спокойно ночи а чё ты голодный спать лег как нехорошо а что у тебя есть из пищи горстка зерна но тогда мы в семь часов тебя разбудим попросим приготовить овощной суп хотя лучше наверное зерновую кашу давай наверное ты даже прям сейчас вот зерновую кашу приготовишь скушаешь и пойдем с тобой вершить своим темные дела значит камень у нас на эту серию в планах расширение комнаты сбор урожая его посадка и начало изучения всего что касается турелей потому что жопка моя боится летунов пока что они к нам не являлись но их появление может заметно замедлить наше прохождение если вообще его не закончат а ты пошел сажать но тебе да не хватает фундамента судя по всему ага ну давай построй грунтовый пол тогда молодец а сено переносить не нужно сейчас 11 часов давай сразу за камушком у тебя физ подготовка на каком уровне почти на шестом пафнуть и значит ты можешь переносить по моему 75 давай хотя бы 60 тогда давай добывай также по ходу дела мы можем уже срубить наверное вот это дерево 23 единички за одной вот это вот соберем а у нас нет хранилища под него прикиньте точно и куда мы его положим с вами где разместим надо расширяться так все ты собрал 60 переносишь молодец для камня у нас тут местечко имеется отнеси камень на пирс ты его спал он сможешь потом подобрать на обратном пути а сейчас восполняй грядки посевами чем раньше посадишь чем быстрее они вырастут ну и плюсик к земледелию мы с тобой заработаем куда ты пошел игру посади поле зерновой початок ее мое что с этим полем не так оно что какое-то заколдованное что ли странные дела с этими грядками ну переноси камень потом сено потом иди восполняй чё-то какой-то и сегодня странный паша странный пафнуть и бездействует ну как же вот посадить поле зерновой початок и возможно он не может до него дойти но это же странно ладно посмотрим потом что с этим делом не так а теперь смотри паш берешь кресло и перемещаешь его ну допустим куда-нибудь вот сюда вы подождите а нелогичнее было бы заняться стройкой во время очередного нападения да хотя давай и так попробуем ничего же страшного с нами не случится время 19 часов давай еще чуть-чуть камня на всякий случай какой-нибудь ближайший с тобой возьмем на ну условно вот эти вот сколько здесь 60 единиц забирай здесь у нас лежат обломки хорошо возьмем на примету три штучки у нас всего обломков что-то маловато маловато если бы их было больше ой подожди сначала добываешь потом носишь это же железное правило наши как ты забыл то а вот и сюрприз забирай быстрее офис подготовка шестая как хорошо где сюрприз этот неприятный как на него посмотреть давайте нажмем и рогатая насекомое три больших таких штуки здесь должно быть первую вижу вторую вижу третью вижу блин ну мне не нравится что вы нападаете на верблю зебра не такие милые ходят тут вокруг меня так пафнуть и давай дуй домой ага собрался я изучать конечно а урожай грибов или зерна собрать я не захотел случайно или хотя бы гептагонии так эти штуки у нас выглядят довольно массивно соответственно соответственно какое-то количество фундаментов побольше нужно снести на всякий случай давай сноси грунтовый пол потом отдохнешь нужно для начала себя немножечко обезопасить а может успеем за гептагоний да не вряд ли вот такого количества фундамента я надеюсь хватит и разнообразие нападающих монстров потихонечку растет до некоторые части моего тела такого разнообразия начинают потихоньку сжиматься если мы не успеем турельки то поставить чему будем делать то на ваш не ясно да вот и мне не ясно на следующей вылазке нужно ага все то есть вам в принципе и до сюда можно сносить фундамент и вы не дотягиваете я запомнил хорошо а паша спи до обеда нам потом с тобой предстоит небольшое расширение как-нибудь не можем мы тут ничего да вышел погулять так ты сейчас испугаешься нет леденящий холод а чё у нас по ткани маловато одежду новую пока крафтить не будем смотри играй на барабанах а теперь переноси вещи потихонечку пускай это будет для начала кресла ой тебе факелами прямо сейчас нужно заняться да далее перемещай вот этот факел думаю его поближе куда-нибудь можно перенести молодец вот эту стену сноси куда ты пошел дурачок ты сейчас испугаешься и убежишь а нет ты прям такой смельчак далее смотри мы с тобой копируем фундамент и вот таким вот образом мы возводим с тобой два фундамента ты прям сначала переносишь потом строишь ну с одной стороны это конечно важная черта до порядок везде сохранять но с другой стороны иногда ты это прям нелогичненько делаешь возводи вот здесь вот эти стены молодец еще одни обломки упали сейчас на них посмотрим пока паша строит построить каменная крыша давайте щелкнем ой блин как хорошо а я с другой стороны плохо мы каракожник ты с вами изучили или нет я забыл а то тут весь урожай каракожника который рядом был хотя не хватает каракожника мы его изучили или нет я не помню да точно изучили а чё ты закончил с крышей да вот такой аппендикс неаккуратный у нас появился и это хорошо вот эту стену тоже можно смело сносить а пока ты этим занимаешься мы выставим здесь напольное покрытие виде брусчатки замечательно теперь перемещай наверное верстак вот так не так чтобы он аккуратно лежал но ой лежал горю стоял но имеет место быть небольшое расширение далее копируем склад вот здесь вот а ты его строй и мы поставим на нем фильтр дерево до строительные материалы отменить все и установим здесь дерево а блин а кресло где теперь будет стоять кресло а ну-ка стол переверни вот так и возвращай на место факел куда-нибудь чтобы было более менее светло я не знаю давай как-то ну вот так да освещено у нас и кресло и верстак и исследовательский стол замечательно давай продолжать сколько камушка у нас с тобой осталось ну почти 100 единиц приемлемо куда мы с тобой можем вынести стол пока что вот сюда его переносим затем таракань до него стул и перемещай пожалуй окно куда-нибудь давай вот сюда нападающие уже ушли потихоньку сноси вот эту стену далее мы разметим тебе здесь два грунтовых пола больше к сожалению не можем естественно обносим это все стеной попутно у нас уже стройка 5 уровня хорошо и давай каменную крышу после этого естественно каменную брусчатку подожди спать пока рано давай закончим с тобой наше скромное расширение и вернем окно обратно пускай она будет где-то вот здесь но теперь здесь нужен факел здесь нет освещения и окно как-то по арахийски выглядит может быть два окна здесь нужно сделать ладно перемести пока что стул а затем и вот стол вот сюда уже час ночи ты немножко не успеваешь снаружи минус 2 закрывай окно и ложись вот спать теперь у нас небольшое расширение дома готово здесь аппендикс здесь в центре вроде как неплохо смотрится а куда пропала труба от камина или типа чего когда он не работает труба не появляется что ли да как то так себе это окошко выглядит если честно как этот аппендикс тоже не очень проснулся на решил посидеть понимаю давай еще с тобой погуляем сейчас я тебе назначу тут фундаменты по старой доброй традиции и наши нелепые расширения убрала дебаф подожди стой покушай приготовь ну я не знаю ну овощной суп что ли и вот это наше нелепое расширение смотрите убрала дебаф эммм тесная комната вот сел покушать приятного аппетита такой у тебя тут закуток можем кстати поставить здесь дверной проем почему бы и нет сено 100 единиц остается на нет 181 единица мы сейчас построим да и как раз будет соточка у нас метеоритный дождь пошел во время этого стихийного бедствия падают металлосодержащие метеоры нанося урон в зоне взрыва вот здесь вот где то тут дымочек вижу тут вот еще металлосодержащие камушки хорошо а так теперь ты решил посадить все таки зерно это не может не радовать хорошо непонятно почему ты не мог этого сделать в предыдущий игровой день и решил перенести дерево а нужно ли нам дерево то ребят для чего нам оно нужно было я забыл ну как минимум для дартса да ладно давай сначала срубай потом перенесешь нет вернее потом снова посадишь дерево новое и перенесешь уже так молодец выбираем тебе фермы деревья и кусты оазисное дерево размещая его прям здесь блин молодец и теперь переносим дерево а эту грядку мы пока что удалим баланс дерево камня немножко есть дерево сено бы еще штучек 60 было бы неплохо давай наводи порядок на пирсе а то что то тут все у тебя разбросано строй дальше мишень дерево теперь у нас есть еще одна активность добавилась кушай ложись спать до утра завтрашний день сулит тебе сбор урожая и уже полноценное начало исследования всякого думаю мы с вами не только пищу соберем но и немножко хлопка на всякий случай чтобы между исследованиями если сильно все таки уже будет изнашиваться снаряжение хоть какую-нибудь кепочку рубашечку что-нибудь из этого сделать ну и пожелаем пашке спокойной ночи пускай отдыхает перемотаем этот момент отлично молодец проснулся я назначил ему действие приготовить кашу он и приготовил с частичной неудачей она заранее у нас испорченная почему-то получилось давай займемся с тобой сборкой урожая вот этой гептогонии собирай ее затем нам нужно восполнить баланс наверное грибов чтобы если пришли какие-нибудь агрессивные животные они их не потрепали с тобой с тобой говорю тебе сколько тут у нас соточка будет еды с этой грядки вероятно и с этой тоже можно собрать сразу да вот эти пока что не трогай посмотрим сможешь ли ты унести 150 единиц сиропа да легко 150 единиц сиропа вмещаются в окрепшие руки по фнути далее значит смотри собираем урожай грибочков блин что ты с этими факелами постоянно носишься грибы это у нас не только грибной суп но это еще напомню декор у нас который требует топлива и нам бы с тобой еще сегодня как-то бы частичку зерна бы ухватить которая к сожалению не созрела блин ну ладно на зерно получается не успели мы с тобой давай посаживай посаживай говорю сажай шлепоцветы тараканик домой и ложись спать еды у нас предостаточно можно наконец-то начинать исследование если ты идешь домой захвати грибы да 70 штук вполне себе по топливу ну на 15 суток хватит а по сену да тоже должно хватить про ткань я совсем забыл у нас тут пашка смотри чё немножко ткани но имеется ой а чё это ты решил именно сиропа покушать уставший и немного больно ну уставший это довольно периодичное явление периодическое а вот немного больно это асма тяжелая стала блин паш это плохо значит все таки она сначала легкая потом умеренная теперь она тяжелая надеюсь критической она не станет так проснулся нечего делать тебе прохладно я вижу сходи быстренько за хлопком и начнем уже исследование блин так много теперь деревьев здесь растет как хорошо если не будет камня и у нас все сломают не хотелось бы конечно но у нас уже будет какой-то запасик дерева небольшой сможем возвести хотя бы деревянные постройки неудачу ты испытываешь до сих пор как тебе не стыдно подожди сколько ты собрал двадцать семь единиц ткани ну высади хоть обратно то вот и опоздали мы с тобой на ткань ну и ничего страшного по крайней мере нам ткани сейчас хватит ну на шапочку и на свитер точно далее вот эту пищу мы с тобой выбрасываем она уже скоро испортится молодец вот здесь ничего трогать не будем давай-ка брикадируем тебя что ли как тебе эта идея начнем исследование нет брикадировать пока не будем пока еще нападение не появилось давай-ка выберем исследование все-таки электрические сети аварийные пайки это все понятно по пище у нас пока есть мало разнообразия но ничего страшного из-за строительства дальние путешествия дальние путешествия это хорошо но мы не сможем покидать мне кажется свою избушку без включенных турелей в противном случае нам просто все разнесут если будут летуны опять же которых я сильно очкую как вы уже несомненно поняли давай электрические сети начнем 12 часов вполне достаточно чтобы изучить их до вечера с твоим интеллектом у тебя он уже а нет я почему-то думал что он тебя на пятерку ааа ну ладно чё как раз потренируешь интеллект только заправил бы ты еще факел а то получишь дебаф что тут темно будешь грустить ты еще и голодный серьезно ну покушай и изучай ладно что уж теперь поделать то под вечер он исследование решил приостановить приготовить рисовой каши наверное сейчас перекусит и ляжет спать а нет сразу ляжет спать ну что ж доброй ночи восполняй силы отдыхай нам с тобой нужно многое еще за сегодня исследовать отлично под подсказка нам вышла электрические сети мы их исследовали теперь нам доступна постройка обогревателей лампочек потолочные светильные светильники и так далее кухонная электроплита опоры лэп и переключатели на которые зараза нужна электроника далее что мы можем исследовать далее дизельные генераторы уже давай исследуем их с тобой иди пока ты это делаешь мы с ребятами посмотрим так электроплавка для добычи собственно металлов это хорошо было бы тем более что у нас тут есть после метеоритного дождя скопление металла да которое тоже надо бы изучить так вылезла подсказка мы ее пропустим что мы можем далее нам нужны автоматические турели но так же мы должны найти процессорные ядра и изготовить электронику для этого нужно найти или произвести кремний так теперь дизельные генераторы доступны опор лэп блин может быть электроплавку все таки стоит изучить электроплавку что бы я сказал да электроплавку давай займись ей поуправляй настенными факелами если нужно и кажется нам с тобой нужно вот эту вот красную фигню изучить и походить вот здесь попытать удачи металлолом и электроника однозначно пригодятся а по пище пока нормально держимся пригодится нам и урожай зерна в скором времени он уже готов чтобы сделать сначала масло выдавим затем топливо а мы уже умеем это делать или еще нет нет нам нужно произвести хотя бы немножко масла ну-ка давайте-ка это исправим опа вот и исправили ничего себе а чё а чё вы прям к двери не подошли чё так близко то слушай паш я понимаю час ночи у тебя отдыха мало совсем но кажется мы выйдем только через день отсюда максимум а судя по всему даже через два займемся тогда изготовлением масла сколько у нас там есть единичек топлива давай сноси полы отлично полы снесены иди отдыхай восполняй силы до нападения а вы чё жрёте зерно моё да много же я произвёл ладно паша дыхай сейчас подумаем чё вообще делать-то так паша проснулся погулял чё ты покушал нет садись-ка ты поешь сначала сладкий сироп дам приятного аппетита дизельные генераторы исследованы электричество исследовано давай с тобой произведём наверное одну единичку масла мы же можем себе это позволить можем себе это позволить замечательно новый ресурс появился растительное масло а теперь до изучай электроплавку и смешение топлива давай болезнь обычная простуда мы про неё уже читали всё будет хорошо а почему у тебя обычная простуда внутри ведь относительно тепло может быть чтобы у тебя и астма не прогрессировала да не надо ничего сажать я понимаю они там чё-то покоцали немножко чё-то где-то частично погрызли ну и чёрт с ним давай займёмся изучением без изучения нам выходить в принципе-то и не имеет смысла вот молодец а теперь кушай и ложись отдыхай обычная простуда минус девять уставший минус девять и немного больно блин а чё с астмой то делать нету какой-нибудь панацея от этого не-не-не-не-не-не-не давай спи парочка тараканов здесь тусит ещё скорпион здесь тусит гептогонию покоцали покушали грибы немножко покушали но по крайней мере урожай зерна кое-какой остался а но за этим всем мы выйдем конечно попозже нападение нападение закончилось паша поспал отдохнул самое время перекусить электроплавку у нас предыдущем игровом дне исследовалась значит теперь мы можем делать электропечи 30 единиц потребляет электричество это всё дело давай исследуем смешение топлива далее для полноценной установки турелей нам не хватает изготовления электроники и сборки цп в идеале ещё бы накопители энергии было бы неплохо но вы знаете турели по-моему потребляют по 50 же да вот лазерная турель 50 потребляет дизельный генератор как раз столько и выдает по-моему да то есть мы можем установить лазерные турели включать их вместе с дизельными генераторами и энергии нам тютелька в тютельку хватает далее по исследованиям по фнути что тут ничего тут нужно собирать ресурсы а для этого выходить на сушу ну чини полы чё тебе сказать-то и возводи новые остальные полы закончишь завтра давай ложись спать нужно восстанавливаться и куда мы с тобой завтра пойдем а мы восстановим посевы немножечко гептогонию зерно и один гриб высадим далее блин силикон и электроника ну в первую очередь наверное силикон чтобы сразу собрать с него какой-то урожай а потом попытаем счастье в обломках космического корабля грунтовые полы готовы высаживай шлепоцветы куда ты пошел-то блин серьезно мужик ты чё меня игнорируешь-то ты опять не можешь до них добраться что ли приятного блин аппетита да долго у нас конечно происходит стройка иди высаживай поля хотя бы гептогонии а по еде да нам хватает еще вполне себе сена на обратном пути можно набрать а нет ты решил что зерно нужно возобновить да слушай я вообще думаю что черт с ним с зерном его пока что блин достаточно сруби вот бритва травы чуть-чуть блин эти поля багаются короче непонятно почему вот теперь можно посадить блин странно нужно где-то искать точку чтобы тыкнуть захватив вот это сено по пути а из тяжелой астмы я заметил он гораздо медленнее двигается к сожалению плюс гипотермии еще вводила и гроза началась но это гроза ничего страшного громад вот то у нас имеется парочку дебафов есть но это не страшно это не страшно сейчас мы можем восстановить силы как раз до утра когда температура более-менее подымется может быть тебя теплее надо одевать не знаю но в любом случае сейчас кушай и пойдем изучать с тобой остроконечное растение поковыряем в носу возле него может быть что-нибудь дельное и получится так отлично открытие кремнилист остроконечное красное растение имеет массивную сердцевину со своеобразными узорами которые синтезируют необычное вещество кремний я никогда раньше не слышал о таком растении так что оно может быть уникальным для этого мира я назвал его кремнилист слушай ну давай вот сколько тут две штучки то собери и дуй домой две штучки ты умеешь умеешь успеешь собрать сейчас двадцать два часа уже двадцать три видимо только одну и успеешь сколько у нас десять штучек давай переноси кремний переноси кремний молодец а на следующий день мы сможем собрать еще кремнилиста и еще хлопка кажется нам нужна более менее теплая одежда блин и палки у нас опять на отопление проседают где-то витает в воздухе этот баланс блин надо вот эти грядки собирать потихоньку эти готовы еще нет двадцать пять палок из пятидесяти ну ладно спокойной ночи канун нового года еще одного конечно отпразднуем его в одиннадцать ой ты слишком голодный да нуля хоть поспи часов до десяти чтобы тебе хватило на вылазке собрать сил собрать хватило сил собрать на вылазке хлопка вот эту вот полоску всю заберем и нам хватит с вами на свитер а также нам понадобится термоштаны к сожалению не можем ай-яй-яй-яй-яй-яй сколько нам нужно кожи двадцать на термоштаны ой на ботинки и на штаны да 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 на шапочку двадцать ткани может быть курточку еще какое-нибудь меховое пальто почему бы и нет сорок единиц каракожника нам для этого нужно просыпайся поиграй чуть-чуть на своих любимых барабанах и вот этот вот урожай а тебе прямо сейчас нужно собрать отнести его домой и сорок единиц каракожника который не созрел придется сходить куда-нибудь либо сюда либо сюда и переноси готовую ткань домой блин один ты опять не засадил ну ладно двадцать часов ты успеешь только донести возможно и каракожник поближе к следующему дню созреет все-таки далеко ходить тратить время это такое себе ну по крайней мере дружище ты можешь по окончанию дня да все заправить везде камин в том числе кстати покушать собираются для празднования я вот только хотел сказать ну погуляй попразднуй сколько ты сейчас выпустишь фейерверков это же второй год стало быть два фейерверка выпустишь или как это тут работает там а вот и второй пошел что будет третий ничего себе значит все-таки не зависит ой глядите-ка и четвертый слишком ты круто празднуешь и самый главный вопрос откуда ты их достал плюс к настроению получил однако минусов то у нас прибавилось слишком холодно и так далее голодный сонный и бла 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 но это мы все исправим кушай и ложись отдыхать а вот этот урожай ткани мы собирать не будем сейчас это нам ни к чему каракожник к сожалению не подоспел зато готовы палки палки тоже полезный ресурс надо бы его собрать иначе мы рискуем остаться без топлива во время изучения хотя 100 единиц на сутки у нас 10 на камин только и по 2 на факела да хотя бы грядочку то надо бы еще собрать давай-ка просыпайся шуруй за палками здесь их 40 штук вполне себе так палки я собрал посадил опять же без одного почему-то у него все через одно место периодически не есть гуд за курокожником не успели но тут вот 28 насекомых шипохвостых и раздутые насекомые из них сколько тут больших 5 штук ммм так паша что у тебя да вполне себе давай чтоб два раза не ходить туда-сюда сноси сразу грунтовые полы мне кажется или нападения случаются все чаще и чаще жалко за каракожником не успели ну можем пока что сделать свитер так отлично фундаменты снесены вот здесь вот галочки на посадку убираем чтобы он ммм не ходил не отвлекался 23 часа сейчас самое время лечь отдохнуть до утра потому что нам с тобой предстоит исследование и крафт на следующие игровые дни вот у нас разблокировалось изготовление электроники наконец-то забыл совсем про урожай зерна и отчета ну 60 то топлива у нас есть а сколько нам нужно на дизельный генератор 20 то есть мы уже можем поставить один генератор и дважды его заправить либо поставить 3 генератора и каждый заправить по разу угу если ты встал и тебе нечего делать кушай играй на своих любимых барабанах далее внутри 9 градусов вполне себе давай снимем твою кепку сразу ага молодец и мы ее разберем ребята я забыл что у нас есть свитер блин как классно а чё у нас помимо свитера еще есть короче нам нужно изготовить только ботинки и шапку замечательно давай делай кроссовки и делай вот такую вот шапочку замечательно а вот здесь вот ты наденешь свитер и брюки ну-ка да или может быть ты наденешь их да ты наденешь их наверное после того как скрафтишь шапку с ботинками чтобы все равномерно там портилось давай прокачивай свое ремесло на животных нам пока что наплевать чуть-чуть они фундаментов покоцали ничего страшного будем с тобой пашка дальше крутить педали в новой одежде изучать электронику потом да после изучения электроники нам станет доступен паяльный верстак замечательно и мы уже сможем изучать процессорные ядра если их найдем а процессорные ядра нам как раз нужны для турелей ну блин мы на хорошем пути куда ты в грозу вышел то давай дышевай кроссовки отлично новая одежда готова правда начинается сухой сезон это значит что внутри будет жарко правильно понял надевай брюки новые кроссовки новую шапку и перед сном ты успеешь все это дело разобрать чинить полы пока что не нужно разбирай одежду прикольный у тебя внешний вид хлопок переноси отлично самое время перекусить и лечь спать снова что тут все ушли ой а тут кого-то даже зарубило шипохвостая насекомая интересно кто же осилил такого гиганта ядовитого еще к тому же проснулся посидел покушай сразу кстати на третий год и третий день вполне себе а вот и экстремальная жара хотел сказать вполне себе неплохие показатели по счастью слушай паш может быть тогда нам с тобой нужна сейчас футболка также нам нужна с тобой соломенная шляпа футболка летняя обувь и летние штаны на экстремальную тажару а то ты блин реально вспотевший потуши пока что камин слишком внутри жарко открой большое окно и делай летнюю одежду что ты тут делал футболку блин серьезно теперь у нас есть а соломенная шляпа ну ладно шей футболку потом соломенную шляпу возможно тебе нужно блин даже немножко раздеться хотел серию закончить тепловой удар упавнутия давайте снимем шапку и снимем свитер пол чинить не нужно продолжай шить футболку отлично молодец надевай футболку надевай соломенную шляпу перенеси шапочку кушай и ложись спать а мы с ребятами на этом сегодняшнюю серию продолжим пожалуй закончим прогресс у нас налицо блин потрепали наши грядки зерна конечно ну что поделать пускай зерно пока что на грядках лежит ничего страшного полок у нас свободных не так много для зерна и для топлива и так далее тем более чуть-чуть топлива у нас пока что есть по прогрессу изучения мы движемся вперед медленно но верно уже часть базовых построек электричества мы изучили кое-как мы даже косвенно готовы их возвести да нам хватит и на фундаменты здесь поделаем что тут поразбираем может металлолом появится в общем грубо говоря косвенно готовы так ты его час отдохнешь иди сразу летнюю обувь делай лучше летние штаны да кремнилист у нас еще доступен для посадки но это мелочи все жизни большое спасибо ребятушки за просмотр будем дальше выживать медленно но верно упорно и мы эвакуируемся с этой планеты или что там нас ждет в конце увидимся в следующих сериях с вами был павел всем вкусного чая и добра